Продолжение следует... Что происходит у нас в стране? Что власть в своем понимании имеет в виду в понимании народа? Мы знали в преддверии выбора о том, что готовится фальсификация, что выстраиваются там различные возможные карусели и так далее, но предполагать, что будет реализована некая жесткая, сверху мы убеждены регулируемая цель выдавливания голосов. В пользу одной партии, как у нас в городе мы видим и в целом по стране знаем, такого предполагать. Как уже здесь сказала Оксана Генриковна, будучи уже много лет в выборном процессе, мы, наверное, даже с нашим опытом просто были не в состоянии. Но что мы увидели? Мы увидели, что действительно, а это ведь не просто город Спирком или избирательная комиссия могли себе такое позволить, ведь начало было положено с того, что переинформировались избирательные участки, что в алфавитном порядке составили по сравнению с предыдущими выборами списки и треть избирателей просто искали, где им проголосовать, что они не были проинформированы о том, где выборы, в какое время, в каком месте они состоятся. То есть вот эта цепочка, она уже говорит о продуманности, что с самого утра на избирательных участках практически на всех появилось 30-40 человек, которые голосовали по дополнительному списку, единицы лишь в основном. Это подвозимые люди на автобусах, там на машинах, по всем участкам. Что наших наблюдателей до 8 часов не пускают на избирательные участки, а войдя туда, те, кто посмелее тряхнул эти урны, видели, что там уже лежат избирательные бюллетени. Дальше шла фальсификация, шло выстраивание в очередь бюджетников, которых мы слышали, как выстраивали еще до выборов, если победит определенная партия, то есть их деятельность будет оцениваться по тому, какие результаты получит Единая Россия. Я думаю, и так далее. Я могу продолжать. В центральном районе, например, цепочка из 200 человек получала открепительные талоны при входе на избирательный участок. Это зафиксировано. 10 человек зафиксировано в отделении милиции. У них взяли объяснение, часть из них призналась, но они голосовали не только на этом участке, их возили по городу. То есть сама система выстроенная выбранного процесса, она просто не дает никаких оснований признать, что это выборы. Это выстроенная цепочка фальсификаций в пользу одной партии, партии власти. Мы это видим совершенно очевидно. Но что дальше продолжается? Вот Оксана Геннековна сказала, подсчитали, выдавливали всеми способами результаты, которые афиксировались в УИКе. Например, больница скорой помощи. Дженни Лиза, вы знаете эту больницу? 900 человек проголосовало, зафиксировано 100 заявлений под копирку. Нашлась одна смелая женщина, сказала, что я не писал этого заявления. Это все зафиксировано. Но там, на этом участке, так же как на участках на Кировском заводе, за партию «Единую Россию» в одном случае под 80%, в другом случае за 90%. Нас что, за идиоты вообще держат? Не только нас, а всех избирателей. Похоже, что уже дошло до этого, что просто не считается ни с каким общественным мнением, и что происходит в сознании людей, лишь бы удержать вас. Но это же плохо кончится. Они что, уважаемые господа, вы что не понимаете? Вот вы сейчас собираете этих молодых людей, которые выходят. Да это молодежь, которая не приемлет вот такой несправедливости. И мы давайте потребуем вместе отпустить этих людей. Они просто выражают наш общий протест вот такой формы. Давайте заявим, не возьму. Ведь там по 500 человек уже держат изолятор. И что в сознании этого молодого человека или девушки будет завтра? У него что будет отношение к стране и к этой власти нормальным, не будет никогда. Но я закончу. Совершенно справедливо сказала Оксана Генриховна. Ввели протоколы. Копии у нас есть. Высветили первичные. А дальше что происходит? Вот конкретно. По всем районам. Ну у меня, я взял Колпина. Колпина. Я не буду цитировать по справедливой и по яблоку, но у нас отняли по каждому избирательному участку, отняли там от сотни до полутора сотен голосов. Есть и меньше, есть побольше. Отняли и у других партий. И в два, два с половиной раза приписали Единой России. Ну это просто вызывающе. Ну как после этого вообще в принципе можно голосовать за то, что мы согласны с этими выборами. И мы, КПРФ, заявили завтра, нам правда не разрешили митинг, протест у избиркома нашего, но мы проведем встречу с депутатами Госдумы и депутатами нашего ЗАГСа и приглашаем наших коллег заявить об этом. Что вы делаете? Вам нужен один голос там в перевесе в ЗАГСе, и вы для этого занимаетесь подтасовкой по всем спискам? По всем спискам бегают, в том числе и нам, вот тут два писчика лежит, нас упрекают, почему там от одного забрали, передали нашему. Да искусственно делают, чтобы еще напряжение у нас создать в наших партийных рядах и среди наших кандидатов в наших партийных списках. Искусственно делается. Им не важно, как это все процесс будет происходить. Им важно на этом фоне добавить. Там не хватало у них два голоса. Теперь вроде все в порядке. 26. Вот, испятитесь в нашем законодательном собрании. Вот этот процесс и происходит цинично. И мы все, извините, уважаемые средства массовой информации, представители, как-то так задаем вопросы, что оппозиция всегда недовольна, потому что проигрывает. Да не оппозиция проигрывает. А народ за стадо держит и манипулирует. Неужели же непонятно? И эти молодые ребята, они говорят, что мы не стадо. И манипулировать пора прекращать. И я согласен, что наше основное требование вернуть все в законное русло. Пускай КПРФ будет меньше, чем они тут. Они ведь что делают? Они на некоторых участках много снимают у справедливой России, приписывают себе, а где-то даже и КПРФ там 10-20 голосов. Вот чтобы такие вопросы у вас были. Бросают. И выдают. КПРФ сговорилась с Единой Россией. Но мы это, во-первых, не позволим. И будем добиваться, в том числе и через суды. У нас подготовлены практически по каждому избирательному участку зафиксированы нарушения. Другое дело, что как реагируют правоохранительные органы. Некоторые правды, в том числе, и мы это видели, задержали. Есть такие у нас представители милиции, извините, теперь полиции, у которых совесть все-таки работает. И они помогали задерживать. Но есть просто установки. Или ты будешь завтра исполнять, и будешь завтра предолженности, или мы тебя уводим. Но что, это для нашего города, по-моему, это позор просто. Спасибо.